Собака в принципе агрессивна. Это биологический вид, который живет по своим законам. И агрессия, территориальная агрессия, защита потомства является нормой. Поэтому если там одного-двух человек собака не трогает, которые ее прикормили, то на других людей она может без проблем бросаться. В заводском районе у дома номер 17 по улице Томска обитает целая стая бродячих собак. А за домом у старой трехэтажки заботливые жильцы выстроили целый городок для хвостатых. С нашего подъезда парень вышел в коляску ребенок и ребенок что-то заплакал. Они в стае как бросились, коляски. Тех, кто прикармливает, не трогают, а остальных бросаются. Самое главное, что в песочницу бросают. Трупы вы видели голубей, потом кости, которые им дают, вот они большие, они там разлагаются. И тут же дети выходят, в песочке играются. Председатель нашего ТСЖ обращался в администрацию, ему пришел там ответ. Мы отловили там шесть собак. Но никто в принципе не заметил, у БУ были этих шести собак. Может они здесь где-то отловили, но не у нас. У нас меньше не стало. Как бы мы вот этих местных собак уже знаем в лицо. Ответственность за отлов собак сейчас лежит на некоммерческой организации «Верность». Именно этот фонд выиграл конкурс, предложив самую низкую цену – 1 миллион 247 тысяч рублей. Были заключены контракты, согласно которым по поступлению заявок организация незамедлительно должна приступить к Котлову. К сожалению, все заявки были направлены, однако Котлову организация не приступила. Как заказчик комитета дорожного хозяйства в лице представителей отдела благоустройства выезжали непосредственно на приют. К сожалению, там ни документации, ни какой подтверждающей, что отлов собак ведется, ни фактическое наличие отловленных животных обнаружено не было. В связи с чем комитетом направлено три претензии, сейчас фактически подрядчикам не выполняются условия контракта, согласно которым до 13 декабря все особи должны быть отловлены. По условиям контракта это 264 особи, которых нужно отловить, стерилизовать, вакцинировать и выпустить в естественную среду, то есть туда, откуда их забрали. В приюте верность около 400 собак и порядка 100 кошек. Руководитель приюта Людмила Абушаева претензии чиновников считает необоснованными. Я уже пошла на это ради того, чтобы собаки были живы. Я не знаю, какие могут претензии администрации, если я наоборот стараюсь город очистить от собак, я же не выпускаю их, я наоборот отбираю и оставляю здесь. Я не знаю. Ну, есть, наверное, угодные администрации, есть неугодные, есть такая категория. Поэтому, наверное, кому-то нужно претензии предъявить. Наверное, ко мне претензии. Я считаю, что это неуместные претензии. После вступления в силу закона об ответственном обращении с животными и заработала программа ОСВВ – отлов, вакцинация, стерилизация, возврат. По словам главного ветеринара области Алексея Молчанова, в сравнении с 2020-м, в этом году количество жалоб на бездомных животных уменьшилось на 15%. Помимо города Саратова и Энгельса, в эту работу сегодня включились еще 17 муниципалитетов нашего региона. Поэтому, конечно, программа начала работать. Насколько она эффективна? Ну, сам закон, он направлен, конечно, на гуманное регулирование численности животных за счет проведения стерилизации кастрации и, соответственно, чтобы животные дальше не могли размножаться. По теории, после проведения стерилизации, животные, ну, где-то проживают 2-3 года в естественной среде. Нам нужно больше работать на то, чтобы вот агрессивных, как я уже вот предварительно говорил, вот агрессивных особей, агрессивных собак все-таки помещать приюты на пожизненное содержание. Единственный приют в городе, который построили этим летом, уже почти заполнен. Когда озвучили, что приют открыт, поступало очень много звонков с просьбой помочь бездомным животным в том или ином районе. И любой приют, хоть он будет на тысячу мест, он очень быстро заполняется. К сожалению, всех мы не можем приютить, это чисто физически невозможно. И за животными нужно еще ухаживать, то есть нужен персонал. И наш приют загружен практически по максимуму, то есть он рассчитан на 380 животных, у нас сейчас их 330. Оплату коммунальных услуг взяла на себя администрация Саратова. А в основном подопечные этого приюта живут на средства от пожертвований. Приезжают волонтеры, кормят, выгуливают собак и даже купают, если нужно. Приготовили шаг вперед. Раз, два, чуть мягче. Главный тренер Федерации спортивно-прикладного собаководства Екатерина Потаенко имеет уже более 20-летний опыт работы с разными собаками. Дрессировкой она занимается с юных лет и психология хвостатых ей хорошо знакома. Собака домашняя, которая хорошо воспитана, может жить в человеческом социуме. Но собака, которая не воспитана, это нормально гавкать, швыряться, кусать за пятки, отнимать еду. Для нее это норма. Это ее природное поведение. Город – это территория чья? Город должен быть безопасный. Для меня, для других людей, для детей, которые идут из школы. Не должен человек себя вести как-то, чтобы не спровоцировать стаю. Потому что такого поведения нет, которое может спровоцировать стаю. Может спровоцировать абсолютно все, что угодно. У нас настолько большое количество поголовья этих бродячих собак, что то количество, которое у нас отлавливается, оно не решает проблему вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!